ребят всем привет сегодня 19 мая 2019 года я опять на даче сегодня я посадила наконец-то все свои петунии вот таким образом стала сейчас на участке то есть от начала и до конца фундамента длина 10 метров сегодня я также проливаю хожу хвойные растения свои все 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 хвойные развожу вот моя лейка сейчас покажу чем я удобряю уже использует удобрение третий год мне она очень очень нравится и довольны вот такое удобрение сейчас вам покажу называется она for the для хвойных очень хорошее удобрение обалденное удобрение пользуюсь третий год поэтому могу рекомендовать смело и также я сегодня буду обрабатывать розы искрой вот такие у меня кусты уже буду обрабатывать искрой вот сейчас развожу ее и пройдусь по розочкам также сегодня высадила флоксы которые у меня дома я покупала вот они росли росли вот они к тем флоксам старом моим подсажены и он высажен тоже и 2 лилии из дома все это было высажено ребят тюльпаны обалденные вот такая красотень но это все на самом деле предисловие сегодня я вам хочу показать и рассказать о моих штамповых растениях показать что у меня растет ну ребят поехали начнем со штамбовой елочки это елочка киноша была она посажена в этом году вот такая голубая елка светло-голубые это ее прирост и издалека вот таким образом она смотрится сидит она рядом с туями и главкой глобозой это елочка киноша на штамбе рядом с ней штамбовая елочка елочка называется блюбол она также дает приростики посмотрите опа но она поменьше растет поменьше приросту дает вот она также меня сидит на вот таком штамбике вот они таким образом смотрятся две елочки между ними главка глобоза так дальше поехали дальше у меня сидит там была роза посадила и также в этом году это роза gloria day на штамбе она только начала давать листву сегодня искры все обработала вот она чайно-гибридная gloria day штамбовая розочка штамб достаточно высокий где-то метр десять метр пятнадцать посмотрим что с нее будет впервые я посадила штамбовую розу посмотрим как она себя у нас будет вести дальше так а вот дальше далеко ходить не надо штамбовая его хакора нишики это ивушка у меня сидит уже года 4 прогнозировали мне скажем так на нее давали не очень удачный прогноз то что плохо они зимуют у нас в москве подмосковье у меня на четыре года выпадов но выпада не было она очень сильно наросла такие приросты хорошие она формируется шариком но сейчас она не стрижная такая лохматушка но от этого не менее красивая начинает давать вот такие розовые приросты штампами достаточно толстый вот он штамп сажалась она был такой тоненький тоненький штамбик сейчас он уже вот такой это хакора нишики на штамбе так дальше ребят поехали дальше дальше также посадка этого года ива позе пендула и наконец-то обрезала веточки веточки были в пол вот сейчас она такая вот такая красоточка тоже штамбовая ива пендула его позе пендула посмотрим как она будет дальше расти ябленько облетает посмотрите сколько лепестки лепесточков все белое как будто снег петуния досадила я вам показывала дальше ребят прошла я ее изначально вот посмотрите эту сирень штамбовая сирень вот он штамп сирень красавица москвы она не до конца еще распустилась очень красивая очень безумно запах обалденный и это тоже штамбовая форма не получила на показать вот она красавица москвы так дальше дальше пойдем штамбовом пузыреклоднику диабло и клену фламинго хвойные я сегодня также как я сказала удобрила все удобрениям форта под каждое растение ну скажем вот под эту большую канадскую елочку конику я дала 20 литров на 4 лейки вот ребят чуть не пропустила красотку штамбовая лиственница вот он штамп виден хорошо и вот она пушистая 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 посмотрите вот такая красотка это штамбовая лиственница она будет шариком очень красивая мягкая ой секунду да что ж такое убегаешь так не так вот она штамбами отойду немножечко еще чтобы было получше видно вот она красотка ребят смотрится очень красиво очень эффектно я настолько полюбила штамбовое растение единственное что всегда очень смущает цена штамбиков потому что штамбики очень дорогие всегда ну все равно от этого как бы меньше хотите как не получается так ребят дальше вот штамб пузыреклодник диабло это пузыреклодник диабло у меня он сидит на полном солнышке соответственно у него бордовая листва если у кого-то он будет сидеть в теньке то листья будут зеленые у меня он на полном солнышке соответственно бордового цвета он собирается цветать уже вот они маленькие такие вот такой штамбовый красавец очень большой видите он шариком у меня идет шариком я его поддерживаю формирую естественно и вот такой у меня красивый очень люблю это растение у меня он сидит так ребят по третий год третий год штамп у него тоже более толстый стал вот такой красивый так это у меня клен фламинго вот он опять штамбик вы можете видеть он только начинает распускаться только-только-только не менее прекрасный экземпляр посмотрите вот такая листва это что-то конечно с чем-то очень красивый очень красивый клен он когда полностью листву свою отрастить хорошие зеленое с розовым это будет очень красиво смотреть очень тоже штамбовая форма фламинго кстати также по поводу фламинго мне давали не очень хороший прогноз то что клен фламинго у нас как-то плохо зимует пока я не могу ничего сказать третий год у меня три года у меня на 3 наверное да сидит и не замечала я за ним ничего чтобы ему не нравилось меня по моему это все штамбовые растения надеюсь я никого не забыла никого не пропустила коллекцию своих штамбиков пополняю по мере возможности в этом году это была его козья пендула и в этом году это были две елки киноша и blue ball вот таким образом смотрится моя хвойная композиция елочки дали прироста ребят вот это все будет прищипываться кстати сейчас этим можно уже заняться потому что пока вот посмотрите мышцы папа пока мягкие иголочки это нужно делать не очень мягкие пока вот так на половиночку опа и отщипываем и еще на половиночку и отщипываем еще разочек я чтоб показываю чтобы было наглядно многие очень боятся прищипывать ничего страшного в этом нет растениям это нравится так что щипайте на здоровье вот еще разочек смотрите опа лучше это делать конечно же руками можете перчатках я делаю это без перчаток руками иголки пока мягенькие растение очень хорошо прищипывается но этим я буду заниматься уже следующий раз сегодня на это время не остается еще вот эту прищипну и вот эту вошла во вкус что называется так так же я показываю так я сосну помилю тоже надо прищипывать добавила сегодня зиме фиктуем моим что еще сделала искры всех обработала в калину забыла обработать вот ему что-то я забыла вот калина как правило на калину нас нападает все кому не лень такая калина саржента на нога подойдем еще пальчиком и принципе буду завершать небольшой видеосюжетик похвастаюсь своей розой название не знаю ребят не спрашивайте мне подарили из другого сада у нее вот такая блестящая листва это она уже то что беленькие точечки она обработана искрой только-только вот я обрабатывала вот такая шикарная роза посмотрите и с каждым годом ее все тяжелее и тяжелее укладывать и укрывать на зиму очень тяжело стало это делать потому что она уже огромная и и обрезаю обрезаю но все равно это очень тяжело делать так вот такие приростики начала давать на корейская пихточка корейская маленькая такая сажала по осени боялась что она как-то не переживет не переживется укрыла на зиму и вот она хороша перчики вон кстати маленькие перчики я уже вижу ребят это плакучий гном совсем уже о кузе плакучий гном это у меня ива а это кузя косточки мои кипарисовики очень их люблю красивые елочка негиша я также сегодня с удобрением смотрите какая шишечка одна и сейчас еще с другой стороны вот и две шишечки конец тюльпанчики уже отцветает красивые такие смотрите какой розыгрыз пустился очень красиво цвели тюльпаны но всему свое время дремтач вообще не сподобны свое время ребят все уже тюльпаны отцветают пусты пионов ну и все моя хорошая буду заканчивать всем желаю хорошего настроения хороших урожаев до скорых встреч пока пока